Не знаю, повлиял на это наш ролик или нет, но будем надеяться, что повлиял. Но в магазине Мельстрим сделали так, что теперь не надо покупать ящик одного вина, чтобы получить скидку. Можно купить ящик разных вин, 6 разных бутылок. Вследствие чего мы прыгнули на велосипеды и поехали в магазин Мельстрим, чтобы купить ящик вина. Еще одна тема. У них там продается вина других производителей, эксклюзивные линейки других производителей. Например, усадьба Масхака. Усадьба Масхака Пинануар 17-го года. Эксклюзивно для фирменной сети Мельстрим. Кстати, разливает его Саукдары. Еще одна усадьба Масхака. Ред Блэнд 15-го года. Дальше. Наконец-таки появился Мельстрим ЗГУ. Пинануар. От Мельстрим. Мне страшно. Дальше. Две вот такие бутылочки. Элитная коллекция. Элитная коллекция. Я себя загородил бутылками. От Мельстрим. Ширас и Шардоне. Ну, то бишь, белая и красная. И я даже раздвину. И драгоценный камень в этом ящике – это Изабелла Сухая. Вино Сухое Красное. Изабелла. Бронзовая коллекция. То есть, ну, есть золото, серебро и бронза, да? То есть, типа, третий сорт. Как они завуалированно преподнесли. И интересная надпись. Создана для женщин. Ужас-то какой. Произно в России. Вкус плотный, насыщенный. Аромат клубника-красные ягоды. Называется это все Шато Винненера. Виннера. А, ну, это Винная Виннера. Винная Виннера, видимо. Алкоголь 10-12. Объем 0,7. Это, видимо, женский вариант. Чтоб не упивались. Розлив 8 апреля этого года. Я думаю, начать стоит с нее. Тысяча лет Изабеллу не пила. Так ее нет нигде нормальной. Создана для женщин. Изабелла. Вино сухое, красное. Попробую это открыть и не убиться. Ой, значит, все и вылезло. Ну да. Ну да, тут, в принципе, нечего выколупывать особо. Пробка маленькая, маленькая, но фирменная. Пахнет пробкой. Ой, Изабелла. Среди виноделов и винолюбов положено говорить, что Изабелла – это гадость. Что нельзя делать вино из Изабеллы. Что это вообще низкий штиль и фу-фу-фу. Я бы не сказала, что это вообще гадость полная. Просто это не виноградное вино. Это как бы вино из некого фрукта. Надо так считать. Как гранатовое там. Вишневое вино. А это изабельное вино. Пахнет Изабеллой. Да, пахнет. Тут даже вертеть нечего. Тут как бы бесполезно что-то объяснять. Пахнет Изабеллой и все. Изабелла имеет сходство с клубникой, да. Я могу этот аромат описать, если честно. Он мне больше напоминает аромат переспелой лидии. Вот где растет лидия. А вот да. И вот она когда уже переспевает, ее никто не собирает. Они вот эти грозди висят, уже никому не нужные. Такие переспевшие, над ними роятся насекомые. Все жужжит, гудит. Вот этот аромат. Да, есть такое. Прямо слышится жужжание пчелок. Осок. Аромат приятный. Попробуем. Такой компот. Это пить можно? Но зачем? Но зачем. Ну, в принципе, как мы и ожидали. Хотя у меня была надежда. То есть это вкус компота, но в нем еще есть алкоголь. В нем вообще нет танинов. И оно просто кисленькое. В нем и сладости как-то не особо. У него вкус вообще невинный. То есть это похоже на какой-то несладкий сок. Да, на вино не похоже вообще. Или несладкий компот даже. Да, несладкий компот для сока, оно слишком ненасыщенное. Да, когда виноградный сок, он насыщенный. Виноградный сок, там вишневый сок, клубничный сок. Вот что-то такое. Какая-то ягода, но разведенная водой сильно. Приятный, чистый, изобельный вкус и аромат. Компот из изобеллы. Куда будем это использовать? Не знаю. Что с этим делать? А, у меня там курица стоит. Можно ее залить будет. Сделать изобельную курицу. Курица в изобелье. Будем делать обзор чего-нибудь еще. Это тоже вам. Ну да, я думаю, там курица стоит в судочке. Мы их объединим, а будет вкусняшка. Так как жемчужина нашей коллекции как-то не пошла. Ну, она пошла в будущую курицу. Можно будет потом даже отчитаться. Итак, усадьба Масхака. Новороссийск. Эксперт селекшн. Мне нравятся у них вот эти этикетки. Они просто эксперт селекшн. Уникальное российское виноделие. Эксклюзивно. Они за словом в карман не лезут. Это ваша бутылка вина для нарисован человечек, положивший ноги на стол, барбекю и кушать. Ну, то есть тарелочка, вилочка, ножичек. Где тут хлястик? Я не умею открывать бутылки. На, короче, ты открывай. Так она не получи. Что-то это Изабелла странная. Яйца вы что-то насыпали. Какая хорошая Изабелла. Написано для женщин. Смотри, красивая, между прочим, пробка. Была. Ладно, мы её склеим потом. С логотипом красивым. Да. Ну, Изабелла была бледнее. Это пахнет приятнее. Так, я должна была почитать, пока вино дышит. 100% пинануар с юго-восточного склона горы Масхака. Вино с защищённым географическим указанием. Кубань. Сухое, красное. Вот, разлито Саукдере. Саукдере это Левкадия. То есть они все друг с другом дружат. Сплошная коллаборация. Этикеточка помялась как-то в холодильнике. Мне кажется, оно такое прям гранатовое и с небольшим даже коричневатостью есть в нём. Оно было выдержано в бочках каких-то? Там ничего про это не написано. Да, я вот тоже смотрю, что ничего про выдержку тут нет. Но вот оно такое, чуточек коричневато. Вроде света достаточно. Прозрачное, но при этом тёмное. Да, с такой... И в аромате... Я чувствую булочку. Да, есть. Которая тоже может свидетельствовать за выдержку. Хотя на бутылке я никакой выдержки не вижу. Нарисована вишенка, но вишенку я тут не чувствую. Никаких вишенок. Есть выпечка. Морковка, персик. У садов придонья есть такой сок. Морковка, персик. Морковно-персиковый пирог. Тоже мокрая трава, как и в плаве. Вообще сходство имеется здесь. Сходство имеется, но там было больше вот этой грязи, земли какой-то. Чего-то такого вот. Какой-то сырости. А тут больше чего-то сладкого такого. Тут пирожок, морковка. Именно сладкая сторона морковки. Там больше... Морковка не из огорода с землёй, а морковка такая вымытая, красивая, сладкая морковка. И как тонинненько. Очень приятные танины такие. Тонинненько и сладенько. Такие приятные-приятные тонинчики. Чего-то кислотности вообще нет. Где-то там очень далеко. А вот во вкусе есть вишнёвость. Но при этом как-то кислоты не хватает, поэтому даже, наверное, черешня какая-то. Вину надо продышаться. Вот оно сладкое и терпкое. С горчинкой такой. А кислотность где-то вот на задворках. Ну, в общем, мне даже нравится. Оно как-то приятно очень глотается. Вот эта терпка бархатно так проглатывается. Чего она стоит? 400, да? Со скидкой. Мне кажется, плай была поинтереснее. И подешевле. Но пока делается всё горче и горче, а новых каких-то вкусов не появляется. Вкус проще, чем аромат гораздо. Может, оно подышит и раскроется? Почему-то подышав в бокале, приблизившись к комнатной температуре, оно делается горче и горче. А кислотности пока всё нет и нет. Да, прям такая горечь немножко аспириновая даже. Что-то вот есть. Какая-то излишняя. Именно аспириновая такая. На данном этапе, предпоследний бокал, у нас есть клубника, которой раньше не было. У нас есть морковка, персик и болотца. Мокрая трава, прелые листва, торф. Ну и булочка сдобная всё ещё есть. Причём, пока мы ели закусочки под вино, почему-то булочка как-то испарилась. А с исчезновением закусочек она вернулась обратно. Исчезновение закусочек. Причём клубника и персик, вот они такие компотные. Стакан компота, свежая морковка, а ты сидишь на пеньке в болоте. По аромату просто отличное вино. А вот вкус всё ещё простоват. Хотя кислотность немножечко проявилась. Но её очень мало. Но её всё равно очень мало. Её недостаточно. Основной вкус тут горький. Горько-сладкий. Черешня есть, да, клубника во вкусе есть. Всё это горечью как-то портит. А сейчас-то черешневые косточки. В этой ценовой категории очень много вин, которые больше, чем на голову круче. За эти деньги, допустим, весь офстайл лучше, что мы пробовали. Гораздо лучше. Что у нас ещё? У нас купаж какой-то ещё есть, да? Красный купаж. Вот посмотрим, как там красный купаж. Усадьба Масхака. Специально для сети Мельстрим. Эксклюзив. Ред Блэнд. 2015 год. Ораничный тираж. Новороссийск. Уникальное российское виноделие. Ещё куча каких-то эпитетов. ЗГУ. Есть ли тут ЗГУ? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. ЗГУ. Нет. Традиционный бордовский блен из флагманских сортов нашего терруара. Каберне-савиньон и мерло. Бордо-новороссийское. С дубой пахнет. Я слышу редисочку. Угу. Некая хреновинка присутствует. Редисочно-ягодный аромат. С какой-то небольшой сдобинкой. Какие-то мотивы из лужи постоявшей. Что-то есть, да? Угу. Что-то вот такое животное. Прелая листва какая-то. Ну, вот у меня ассоциация с лужей, которая, знаешь, такая вот. Давно стоит. У нее такой вот аромат какой-то. Аромат лужи. Какая-то грязь, глина. При этом ягоды. Это называется уход за огородом после дождя. А ты уже с такими комьями земли на ногах. Какую-нибудь клубнику собирать. Она грязная вся. Слизняки падают. За шиворот. Угу. Да-да-да. Какие-нибудь ягоды такие чумазые. Давайте пробовать. Кисло и терпко. Пока просто кисло и терпко. Сладости вообще нет. Мне кажется, что это какая-то такая неудачная купленная клубника. Да-да, что-то есть. Так. Вот, пожалуй, нужен декантор. Да. Вот точно нужен. Будем ждать. Угу. Короче, ничего ему не помогает. Запах упростился. Появились какие-то чуть ли не крахмальные тона. Что-то такое. Что-то напоминающее березовый сок какой-то. Очень горькое стало. Да, но стало какое-то пустое. Просто пустое такое, терпкое. Мне не нравится. Я не знаю, зачем это пить. И не хочу это пить. Все. Элитная коллекция. Шара с 19-го года. Мельстрим. Открыли это вино после довольно тяжелого дня. И ели сначала под... Точнее, запивали им еду. И было, в принципе, нормально. Но как только кончилась еда, оказалось, что пить его довольно сложно. Вследствие чего досталась колбаса, сыр. Они потом кончились. Достались орешки. И, в общем, в моем ожирении прошу винить Мельстрим. Пить это, как мы привыкли. А мы привыкли пить алкогольные напитки, наслаждаясь ими. И используя небольшую закуску. То есть, именно потребляя напиток и слегка чем-то его закусывая. Сложно. Этим вином, как говорится, можно запить котлету. Как только вы начинаете разбирать его без котлеты, вы понимаете, что в аромате есть какая-то булочка. Откуда она тут, я не понимаю. Есть что-то ванильное, какой-то даже пирожок с ягодами. И какой-то металл. В принципе, о запахе все. Вкус. Какой-то кисловишневый, такой вот типа вишня-склянка. Какая-то вот кислая вишня, что-то такое. И, в принципе, все. Кстати, цвет. Цвет, ну, фиолетовинку. Бурячный. Если бы мы не начали употреблять его, как запивку к обильной трапезе, скорее всего, оно бы было вылито. Это вино где-то на границе. Пить можно и пить нельзя. Больше склоняется в сторону пить нельзя. Но если под хорошую закуску, то можно. Кстати, чуть не забыл сказать. Это вообще не шерас. Это вообще никаким местом не напоминает шерас. Если бы мне сказали, что это какое-то очень-очень дешевое соперави, там, нижняя линейка, например, какой-нибудь Кубань вино, я бы поверил. Шардоне из элитной коллекции, 18-й год. Мильстрим. Можно сказать, элитный шардоне. Элитный, да. Аромат даже ничего такой. Какие-то, наверное, лимон, какие-то конфетки, может быть, ананас. Как-то слабоват аромат. В общем, приятный, но слабоват, на мой взгляд. Да. Кислота какая-то лимонная вот в аромате. И яблоко. Вкус такого полежавшего порезанного яблока. Вот когда яблоки нарежешь, и они уже порыжеют, вот этот вкус. Причем даже с какой-то вот такой характерной железкой. Горчинка яблочных семечек очень яркая во вкусе. Так себе. Вот это вот мы пили-пили, давились-давились, и поняли, что лучше попьем чаю. Ди-пузе.